Партнер программы сеть детских клубов Мы с ребятами находимся в стране безопасности Это замечательное место, где мы учимся простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации Наверняка, ребята, о многом вы уже знаете, о взрослых людей, о своих учителей и родителей Но это тот случай, когда можно повториться Вы согласны со мной? Да Отлично Ребят, вчера я вам уже говорила, что темой всех наших четырех соревновательных дней будут правила безопасного поведения Которые необходимо соблюдать для того, чтобы избежать пожара и других экстренных ситуаций Которые могут помешать празднованию Нового года Вчера мы говорили о том, какую опасность может втаить в себе пиротехника, бенгальские огни, клопушки Сегодня тема будет похожая, но об этом чуть позже А пока время первого конкурса Мы снова будем отгадывать загадки Но на этот раз отгадки вам необходимо будет написать на доске Так что отправляйтесь к стендам Итак, ребята, сейчас проверим, как вас в школе научили грамотно писать Каждый правильный ответ, ребята, будет стоить две фишки И одна фишка достанется тому, кто быстрее напишет слово-отгадку Сразу вас предупрежу, что если вы будете делать ошибки, то я буду вас штрафовать И только правильные ответы будут оценены по достоинству Итак, первая загадка, слушаем Если в доме так случится, из-за кошек дым клупится И огонь, и пышет жар Это значит, там молча пишем Кто напишет, говорите, я написал Или я написала Я написала Хорошо, ждем Так, показываем Огонь Огонь и пожар Ребята, правильный ответ в этой загадке Пожар Паша у нас зарабатывает три фишки Маргарита пока не зарабатывает Идем к стендо, слушаем вторую загадку К нам домой под Новый год Кто-то из лесу придет Вся пушистая, в иголках А зовут-то гостью Скорость Я Скорость получает у нас Павел У него правильный ответ У Маргариты тоже правильный ответ Это действительно елка, ребята Три фишки у копилки Паш, я буду сама класть Ты оставайся у стендо стоять Три у тебя, Маргарита И две фишки за правильный ответ я кладу тебе Еще одна, последняя, кстати, загадка Слушайте внимательно Раз, два, три Звучит команда Ну-ка, елочка, гори Зажигает фонари Новогодняя Раз, два, три Звучит команда Ну-ка, елочка, гори Зажигает фонари Новогодняя Что зажигает фонари Новогодняя на елке? Что мы вешаем на елку с огнями? Ну-ка Все, я написала ленты И как ленты? И как ленты зажигают огонь? Фонарики Фонарики Пашенька, не про ленты здесь речь идет Ничего уже не пишем, не добавляем, не исправляем Вообще отгадка здесь гирлянды Но гирлянда Но ты правильно, просто другим словом назвала, Маргарита Фонарики тоже мы засчитаем тебе Только не фонарики, а фонарики Значит, две фишки за правильный цвет у Маргариты Но есть одна ошибка, поэтому, Маргарита, только одну фишку я тебе кладу в коробочку Присаживайтесь, маркер оставляйте на месте Молодцы, ребята, неплохо вы справились с моим заданием первым Обратите внимание на свои стенды У вас написаны слова пожар, елка и будем считать, что гирлянда написана Как вы думаете, ребята, что эти три слова, что общего между этими тремя словами? Что их объединяет? Их объединяет, потому что это снова... Я думаю, что... Перебивай, пусть Маргарита договорит Они нам... Это Новый год, их одевают на елку Все напоминает о Новом годе Так, хорошо, Павел, что ты хотел сказать? Я думаю, что из этого может состоить пожар Правильно, Павел, если неправильно пользоваться электрической гирляндой, то может случиться пожар Подробнее об этом вам расскажет, ребята, наш эксперт по безопасности Мария Александровна из МЧС Она уже вышла с нами на связь, внимание Ребята, привет! Здравствуйте! В прошлой программе мы уже успели познакомиться с опасностями, которые могут вас подстерегать в период новогодних праздников А сегодня поговорим о главном символе Нового года Елке Ребята, а как вы думаете, чем она может быть опасна? Паша Что гирлянда может загореться от тока Так, да, может такое быть Маргарит, что ты хотела? Потому что, если дети будут бегать, может, могут разбиться новогодние игрушки Совершенно верно По доброй традиции, ежегодный праздник не обходится без новогодней елки, сияющей разноцветными огнями гирлянд и создающей волшебную атмосферу Однако, не стоит забывать, что нарядная красавица зачастую может стать причиной пожара Елку нельзя оставить вблизи каминов, отопительных приборов или обогревателей А также зажигать на них свечи и украшать игрушками из легко воспламеняющихся материалов Устанавливать елку нужно на устойчивой подставке или в бочке с песком Таким образом, чтобы она не касалась потолка, а ветви не доставали до стен, штор или других предметов интерьера Электрические гирлянды не всегда бывают качественными, отчего способны нагреваться и приводить к пожару Именно поэтому самостоятельно включать электрическую гирлянду детям категорически запрещено А на сегодня это все Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути Я желаю вам успехов и, конечно, победы! Ребят, это еще не все испытания на сегодня, осталось еще одно финальное Сейчас я буду развешивать картинки и рассказывать вам условия Так, ребят, развешиваю картинки Паш, а ты пока возьми, вытри свои слова Карточки я вешаю Есть правильные среди них, а есть неправильные Вам необходимо выбрать правильные и принести их мне Носить нужно по одной, не все сразу собрать и принести мне, а по одной Каждый правильный ответ стоит одну фишку А тому, кто справится быстрее, я дам еще целых две фишки Так что старайтесь, пожалуйста, делать быстро Финальный конкурс на сегодня И последняя возможность заработать фишки Итак, начали! Правильные мне приносим только правильные По одной, по одной Так, я буду вот так Быстренько побежали, это на скорость, время На время задания Так, хорошо Читайте, читайте, чтобы вы правильно выбирали Будет, если вдруг вы принесете мне неправильную карточку То будет минус один балл Из общей копилки вашей Ох, много читать приходится Хорошо Если справились, то говорите Все, я закончила Мне больше нет Так Это тоже считаешь правильно Только правильные ко мне Все? Ну, я не знаю, если ты считаешь, что все правильные, то... Мне казалось, две неправильные А зачем ты мне их принесла? Выбирай быстрее тогда неправильные Выбирай быстренько Можешь не вешать, просто выбери дай мне Хорошо, Паш, присаживайся Вот эти неправильно, да? Хорошо, справились одновременно Сейчас будем проверять, насколько верно вы справились Итак, Маргарита, читаем твои Самостоятельно выключать электрическую гирлянду Детям категорически запрещено Это правильная карточка Гирлянда может послужить причиной пожара Это тоже верно Елку нельзя ставить вблизи каминов Правильно Да, что здесь написано? Маргарита, что здесь написано? Электрические провода можно резать ножницами Можно резать ножницами электрический провода? Нельзя, конечно Потом минус одну фишку я у тебя вычету за неправильный ответ, как и обещала И здесь при пожаре надо звонить 101 или 112 Это правильно Итого, сколько ты у нас заработала? 4, минус 1, 3 3, держи 3 фишки Так, Паш, самостоятельно выключать электрическую гирлянду, дети, категорически запрещено Читай Елку нельзя ставить вблизи каминов Правильно Гирлянда может послужить причиной пожара И по каким номерам нужно звонить при пожаре? При пожаре надо звонить 101 1, 4, правильные карточки, поэтому ты зарабатываешь 4 фишки Еще по одной фишке я вам дам за скорость Так, обещала две, но вы одновременно, поэтому по одной даю Все, на сегодня все конкурсы завершены, посчитайте, сколько фишек вы сегодня заработали 7 Так 11 Так, хорошо Второй конкурсный день завершился с небольшим отрывом Павла У него 11 фишек, у Маргариты 7 Но выводы делать еще рано, потому что впереди еще целых 2 игры, ребята На сегодня с вами прощаемся, встречаемся завтра До встречи в стране безопасности Пока-пока Пока-пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok